итак друзья всем привет это такие скажем так гаражные будни до автобудни теперь уже не мотобудни автобудни и это видео ребят пойдет на такую тему видео будет длиться сразу скажу минут так на 10 и в этом видео я вам расскажу как сделать динамичный карбюратор динамичный solix да тот кто не знает что такое карбюратор не знает что такое вообще solix solix это модель карбюратора модель карбюратора на некоторых двигателях устанавливается инжектор системы впрыска до непосредственно форсунками на моем автомобиле установлен карбюратор переоборудован под карбюратор уже. Моновпрыск убран и переоборудован карбюратор. Скажем так, попроще, да? И вот, ребят, тема такая, чтобы ваша машина, неважно какая, будь то Жигули, будь то старенькая иномарка, вот, к слову, да, вот этот автомобиль Audi 100. Вот. Ну, сейчас я покажу, сколько она весит. Весит данный автомобиль тонна 640 килограмм. Это сухая масса. Что дальше? Чтобы этот вес, тонна 640 килограмм, машина ехала хорошо, набирала быстрая скорость, чтобы была хорошая динамика у машины, чтобы хорошо идти на обгоны, да, и чтобы кушала не так много бензина. Вот. Поехали дальше. Дальше что? Суть этого видео, ребят. Переходим. Непосредственно к карбюратору. Здесь установлена переходная плита. Вот она. Вот она вот, синего цвета. Сейчас я вставлю отрывки, как я ее устанавливал. Итак, друзья, день второй. В общем, авторемонт продолжается. Раз уж я залез в карбюратор, думаю, дай-ка сниму вот эту вот переходную плиту под карбюратор Соликс. Вот такая вот плита переходная. В общем, отличная штучка, да, вот такая вот. Так. И заодно вот здесь вот я заровнял, ну, не то что вот сравнял вот эти вот ступенечки вот фрезой небольшой, потому что, когда я оставил, вернее, когда у меня была установлена вот эта вот проставочка, видим, да, то, что вот особенно слева была такая плоскость, ступенька. Вот я ее убрал, и сейчас я поставлю все. В общем, на герметик, на прокладочку вот такую вырезал прокладку из специального картона, прокладочного. Вот. Она уже была установлена. Установлена. Я просто снимал и как бы уже давным-давно сюда не залазил до 2017 года. Вот. И решил сделать такую инспекцию, да, обслужить маленечко автомобиль, так как скоро я поеду на дальняк, наверное, тысяч на 10 километров. Вот. И буду путешествовать и как бы передвигаться все время на этом автомобиле. Автомобилю 35 лет почти. Скоро будет вот такой вот старенький автомобиль. Кондиционера, конечно, здесь нету, гура нету, но, в принципе, чем меньше этих приблуд, тем оно проще в дороге, скажем так. Вот. Движок довольно-таки надежный, миллионник. Пробег уже общий больше где-то 600 тысяч километров уже намотан на этом движке. Но я его ремонтировал тоже в 2017 году. Конечно, дело не капитальный ремонт, но колечки, головку блока цилиндров, вкладыши все поменял, все сальники поменял, генераторы, все-все-все, что можно было возможно поменять, поменял. Но блок, конечно, не растачивал. Гидрокомпенсаторы тоже старые, тоже им очень много лет, родные. Вот. Рулевая рейка тоже родная. Единственное, что я полезу перед поездкой, это поменяя коробку передач. Я нашел коробку передач, уже купил с пробегом 100 тысяч км. В общем, хорошая коробка, неушатанная. Вот. Ее буду ставить. И уже заказал кучу запчастей на этот автомобиль. И он уже практически процентов на сколько я владею, процентов на 30 перебранный. Вот уже все практически заменено. И остается сделать перед поездкой небольшую такую шумку. И поменять все вот эти вот то, что я заказал. Подвеску еще раз перетряхнуть и поставить саленблоки, подушки двигателя новый. Ну, в общем, ребят, все увидите. Подписывайтесь, кому нравится такая автотема. Да? Ну и давайте перейдем ближе к делу. Вот. Разбираем мы карбюратор. Вот карбюратор Солик состоит из двух частей. Это вот верхняя часть и нижняя часть. Так называемый нижник. Карбюратор ВАЗ-21073. Модель. Такие карбюраторы устанавливались на автомобиль Нива с объемом 1.6-1.7 с двигателем. Вот. Вот такой вот карбюратор. Разбираем его, откручиваем верхнюю часть. Вот. Я уже здесь поменял ремкомплект. Вот у меня вот ремкомплект. Смотрите. Вот это ремкомплект. Эти ремкомплекты, скажу сразу, они дешевые, стоят порядка около 300 рублей. Там 260, по-моему, вот это вот стоит. Вот. Из этого ремкомплекта можно взять единственное, только это вот эти вот мембраны, вот эти вот резинотехнические изделия. Болтики. Вот. Запорный клапан топливный. Вот этот вот фильтрик топливный и пружиночки. Ну и можно еще использовать вот этот вот распылитель. Все. Жиклеры. Вот эти вот все жиклеры, их можно смело выбрасывать. Эти жиклеры, вот эти маленькие жиклеры, их можно просто смело в мусорку выкидывать и все. Так как они сделаны, вообще ремкомплект, он сделан кустарным способом. Он не будет работать, какой бы он ни был. Работают жиклеры, только те, которые с завода установлены в новый этот, в новый карбюратор. Когда вы покупаете его в магазине, и то главное, чтобы он был не кустарный. Вот. Далее о доработке и вообще о ремонте. Вот. Я уже перебрал верхнюю часть, промыл. Карбюратор у меня новый был в 2017 году, да. Я у него тоже маленечко залазил. По какой причине? Просто у меня была бедная смесь, так как двигатель объем 1,8. Вот. Раньше как бы цены маленько были другие. Я в основном передвигался со скоростью, ну, так, 120, 140, вот так где-то. На таких оборотах была бедная смесь. сейчас цены маленько изменились, стало очень много камер на обочинах, очень много людей, и уже просто за одну мою поездку можно поднабрать штрафов тысяч на пять. И, соответственно, моя средняя скорость упала до 90 километров в час. Вот. И уже как бы бедная смесь, она на таких оборотах ее как бы нет. Но все равно я в 2017 году дорабатывал, это менял топливные жиклеры, рассверливал их, в общем, мудрил, 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 короче, добивался нужного результата. И добился, короче, поставил, так и забыл. И сейчас 21 год, я решил залезть в карбюратор. Маленечко буду вставлять отрывки, как я залез, потому что это уже второе видео по счету. Вот. И одним дублем снять очень трудно. Так, ну и поехали дальше. В общем, маленькую предысторию я вам рассказал, да? Так, вот она, верхняя часть. Здесь мы самое первое из доработок это увеличить вот эти вот центральные отверстия под воздушные жиклеры. вот таким способом они рассверлены, обработаны напильничком, чтобы было как можно все плавнее, да? Вот таким маленьким надфилем кругленьким. Вот. Это первое увеличить отверстия, каналы под два воздушных жиклера. Вот. Это задача номер один. Задача номер два мы видим эмульсионные трубочки, эмульсионные. Вот. Первая и вторая. Тоже здесь задача стоит увеличение диаметра пропускного сечения, пропускного диаметра. Я уж не помню какие сверлышки я использовал, не помню сколько это, миллиметр, но где-то увеличиваем процентов так на процентов так на 40 где-то от заводского состояния. Ну, в общем, грубо говоря, сюда пролазит иголочка, вот я промерял иголочку, сюда пролазит вот такая вот шприца, с обычного такого, ну, 20 кубиков сюда пролазит иголочка. Не помню сколько это миллиметров сверлил я. В общем, как-то так вот. Далее что? С верхней половинкой мы закончили, да? Это вот две доработки. Еще раз повторюсь, увеличение диаметра каналов под воздушные жиклеры и эмульсионные трубки. Все. Так, и давайте маленечко перейдем к ремкомплекту. Что можно использовать из ремкомплекта? Это прокладка и заборная игла. Вот. Топливная запорная игла. Вот она. Клапан, как хотите, так и называете. И можно еще использовать фильтрик, который ставится вот сюда. И, в принципе, все. В принципе, можно убрать как бы верхнюю половинку карбюратора. Вот такая вот она. Далее, что? Идемте далее. Доработка номер три. Доработка номер три. это доработка номер три. Это, ребята, мы вот видим вот канал вот диффузоры, да, диффузоры. Вот они вот, диффузоры. В данном случае 24 на 24. Вот. Можно посмотреть 24 на 24. Одинаковый, потому что карбюратор 21.073. Вот. Они одинаковые. И дальше, что могу сказать, тот, кто любит как бы езду, прокачивает свой карбюратор под какой-то определенный стиль, это под наваливание, под утопить тапочек в пол, да, и хорошая динамика на высоких оборотах, на высоких скоростях, да, обгоны, ну, в общем, гонки, в общем, гонки, да, вот. Ну, грубо говоря, гонки, да, увеличивают диаметр второй камеры, увеличивает вплоть, я не знаю, 28-27 миллиметров, вот. Первой камеры, рабочей, увеличивает диаметр 26-25-26, кто-то больше, вот. И, когда вы увеличиваете диаметр, соответственно, тяга у вас пропадает на низких оборотах, она есть, но она уже не такая, как по заводу, вот. В данном случае, в моем случае, можно увеличить диаметр лишь второй камеры, сделать его где-то на 26 миллиметров, вот. Вот этот сам диаметр, есть такие сверлышки, да, такие, знаете, конусные, сверлим и увеличиваем. Вот. Дальше, что, это доработка была номер три. Доработка номер четыре, это распылитель, вот. Вот это вот распылитель, со второй камеры он снятый, распылитель, должны быть установлены максимально большие этот двенадцать, двенадцатый номер распылителей, распылители дорабатываются таким образом. Вот, я как бы, ну, сегодня помучился чуть-чуть, но, блин, энтузиазма особо уже нету, когда я делал свой первый карбюратор, второй карбюратор, вот, на другой машине, я прям заморачивался, так нормально, время убил как бы много, очень. Вот, сегодня тоже потратим минут 15, чтобы доработать вот этот распылитель, и можно сравнить, вот, сравниваем, лучше будет, наверное, вот так, да, видим, то, что пропускная способность вот этого уже доработанного распылителя намного больше, чем вот заводского, в чем заключается сама доработка, сама доработка заключается сглаживание всех углов, вот, всех углов вот этих, заглаживание вот всех ступенек, и как можно вообще люди делают прям тоненькие-тоненькие, вот эти вот стеночки тоненькие, вот эти вот все как бы ступенечки закругляют, делают как можно плавнее, и тем самым, когда идет поток воздуха, в карбюраторе идет постоянный поток воздуха, постоянно, как говорится, готовится смесь, да, бензина с воздухом, и вот воздушные потоки постоянно здесь идут, и чем вот эти вот кромочки, сейчас я вам покажу, чем тоньше вот эти вот кромочки, у меня тут прям вообще устренькая, ну, как бы, железо еще осталось, да, скажем так, железо так-то, вот, я уж не стал сильно заморачиваться с этим, потому что у меня сейчас будет стиль езды 90 максимум, вот, и поэтому с диффузорами я тоже не буду заморачиваться, ставлю в стоке, в стандарте, лишь только доработаю вот эти вот два распылителя, вот, видим, можно наблюдать ступенечку вот здесь вот, вот она вот ступенечка, видим, вот это вот мы все убираем, вот это вот мы все скругляем, здесь, 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 делаем все плавно, тоже с другой стороны, то же самое, здесь тоже есть небольшие ступенечки, внутри все убираем, надфилем работаем где-то на протяжении 30 минут с одним, только распылителем, вот, так, ну и следующая доработка, это доработка финишный этап, уже самая последняя доработка, в принципе, на которой мы уже завершаем весь основной тюнинг прокачки нашего карбюратора, это доработка самая сложная, самая труднозатратная, и ее невозможно как бы просто взять и вот так сделать с одного раза, на это уходит несколько дней, это подбор жиклеров, это подбор топливных жиклеров, которые у нас скручены вот сюда, вот, мы видим там такие жиклерчики, подбор жиклеров топливных, первой камеры, второй камеры, и сейчас я вам покажу, и вот, блин, прокачка, то есть тюнинг вот этих вот жиклеров, вот, доработка, да, вот этих вот жиклеров, вот этот жиклер, это жиклер первой камеры, он у меня тоже доработан, рассверлен, видно, что маленечко как бы отверстия не такие идеальные, как заводские, два нижних заводские, а дальше уже я рассверливал, вот здесь у меня тоже рассверлено отверстие, этот жиклер стоит 150-й, вот, первой камеры, рабочей камеры, в основном, и вот жиклер второй камеры, тоже у меня чуть-чуть увеличен, эмульсионная трубочка, вот это вот жиклер, да, скажем так, они тоже все увеличенные, и на это я потратил, скажем так, вкратце, не один день, вот, и сейчас я вам покажу, ребят, для сравнения, для сравнения жиклеры, а, вот из ремкомплекта, вот жиклеры из ремкомплекта, сразу можно посмотреть, что это полная кустарщина, это кустарное изготовление, так как будто бы я соседу сказал, на, Вась, просверли мне, сделай побольше, чтобы она наваливала, вот, они вроде бы хорошие, блестя, да, но они не рабочие, их можно прям, ребят, выбрасывать, я думаю, видно, по, вообще, по качеству, что вот, что вот, вторая трубочка, маленькая, тоже, я думаю, видно вообще, по качеству, да, что это полная хрена тень, ладно, хоть здесь еще заглушка есть, а то мне попадались такие ремкомплекты, где, где вот здесь, тут шарика не было, это вообще просто трешняк полный, вот, я думаю, вам понятно, что можно брать из ремкомплекта, которые продаются в магазине, только лишь прокладки, мембраны, резинки, болтики, все, жиклеры использовать категорически нельзя, их можно выбрасывать, эти жиклеры, их использовать нельзя, это прям, миллион процентов, ну, можно использовать еще, вот этот вот распылитель ускорительного насоса, так называемый гусак, можно еще использовать, и, ребята, еще доработочка, да, о которой я вам сказать чуть не забыл, это доработка, какая уже по счету, уже сбился, вот, ребята, это распылитель ускорительного насоса, в заводском изготовлении он выглядит вот таким образом, есть номера, бывают разные, вот, сейчас у меня 35 номер, такой прям набит, еле набит, видно, что колхозное изготовление, видно, что полная хренотень, отсюда я уже резиночку снял, как говорю еще раз, то, что из ремкомплекта можно только использовать фильтрик, резиночку, болтики, и мембраны, и все, и прокладочки, все остальное, все жиклеры можно выбрасывать, смело, так, ну, и в чем заключается доработка распылителя ускорительного насоса, некоторые люди выводят, ее, вообще не дорабатывают, оставляют в стоке, да, лишь увеличивают сам вот этот диаметр на выходе, некоторые, просто один носик, один выход, глушит, и оставляет всего лишь один, распыляющий элемент, а у меня здесь два, две трубочки, они рабочие, они согнуты так, когда вы чуть-чуть открываете дроссельную заслоночку, чуть-чуть, и когда у вас карбюратор снятый, вот прям чуть-чуть открываете, на 10%, уже топливо у вас уже брызгает, брызгает так, то, что попадает в щель между дроссельной заслонкой, это вот она вот, на примере вот она, первой камеры, вот, щель образуется, вот видим, и уже топливо попадает в эту щель, и брызгает, это очень важная такая регулировка, вот этого вот распылителя, самая важная регулировка, это подогнуть эти трубочки так, чтобы, когда вы чуть-чуть открывали газ, она у вас уже распыляла бензин туда, куда нужно, вот, если она у вас будет тупо брызгать вот сюда, вот на заслонку, это полная хренотень, а не доработка, так что делайте правильно вещи, а вот, на карбюратор уходит очень много времени, чтобы его доработать со всеми, вот, со всеми, как бы, вообще по максимальному, по максимальному способу, да, это режим, как говорится, ну, гоночный режим, так, вообще максимальный режим, вот, когда вы ездите на высоких скоростях, это у нас вообще максимальнейшая доработка, вот этих вот распылителей, вот, диффузоров, это просто нужно будет все так сделать, очень гладенько, вот, чтобы у вас никаких загусеницев не было, чтобы все блестело, еще некоторые люди полируют, можно будет полировать, на это время не уходит очень много, поэтому доработанные карбюраторы, кто занимаются люди, вот, кто фанат, как бы, карбов, и специально делают для продажи, они, конечно, заморачиваются, и просят денег, они очень много, за доработанный карбюратор, вот, поэтому оно того стоит, вот, как бы, трудозатраты, очень большие, вот, но в моем случае, я, уложился, ну, в день работы, так вот, ну, в полдня работы, вот, зимнего времени, у меня сейчас снег лежит, не тает ни хрена, зима идет, скорее бы уже потеплело, так, ну, ладно, суть не об этом, в общем, ребята, вы поняли, да, я думаю, да, я до вас, как бы, донес, вообще, маленечко, теории, и показал чуть-чуть практики, да, карбюратор, вы, ребят, не смотрите, то, что он, как бы, такой, прям грязный, я его мыл, прям, вообще, подмыл бензином, но он не отмылся, он хоть и новый, ну, не новый, конечно, уже, сколько ему, 3, 4, пятый год, он уже не новый, но изнутри он хороший, изнутри, я как бы слежу, еще большая просьба, кто ездит на карбюраторах, машинах, это пару раз, минимум, лучше, конечно, раз 5, лучше вообще каждый месяц, кто-то постоянно активно ездит, заливать бак в присадку, для промывки топливной системы, в топливо, вот, хотя бы, ну, хотя бы раз в 2 месяца заливайте, и у вас не будет такого сильного нагара, жиклеры будут как бы все время чистенькие, да, но можно посмотреть, да, вот эти вот жиклеры, мои, 2017 года, я их еще не чистил, на них вот есть, на них вот есть такой налетик внутри, пусть они у меня здесь маленечко и покоцанные, да, чуть-чуть развальцованные, но зато они заводские, зато они работают, вот, так что берегите, родные жиклеры, ну, ребята, я думаю, вы поняли, да, 15 минут данной видеозаписи, пусть маленечко затянуто, пусть маленечко, чуть-чуть нудновато, но я думаю, что будет понятно, сама суть, вообще, сама доработка, да, вот этих вот всех вещей, это все я сделал по видеозаписям Сергея Светлова, это, то есть, придумал вообще не я, вот, но и расход с таким вот, с такой конфигурацией доработки, будет составлять, в режиме поглаживания тапочки, 5 литров, скорость 8, 85 где-то, вот, до 90, не больше 90, будет составлять 5 литров, при нажатии тапочки в полик, бензин будет уходить ведрами, но и машина будет ехать, как просто, как, не знаю, как ракета Юрия Гагарина, да, будет лететь, ну, ребят, давайте посмотрим дальше, что получится, в общем, подписывайтесь, всем спасибо за просмотр, всем удачи, друзья, всем удачи.